В 1932 году Джеймс Джойс получил письмо из Москвы. Международный союз революционных писателей спрашивал, какое влияние на вас, как на прозаика, оказала Октябрьская революция 1917 года, и как бы вы оценили ее значение? Некоторое время спустя помощник Джойса Пол Леон отправил в Москву следующий ответ. Мистер Джойс просит поблагодарить вас и сообщает, что он с интересом узнал о том, что в России в октябре 1917 года произошла революция. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении ему удалось выяснить, что Октябрьская революция имела место в ноябре указанного года. Мистер Джойс пока затрудняется оценить значительность этого события и хотел бы только отметить, что, судя по подписи вашего секретаря, изменения не слишком велики. Фамилия секретаря, подписавшего письмо к Джойсу, была Романова. С вами Армен Захарян и литературный канал Армена Федор. И мы продолжаем читать и обсуждать Улисса. Или одно из высших выражений биологического пораженчества праздной и культурно утонченной империалистической буржуазии эпохи загнивания капитализма. Как, вероятно, обидевшись на этот ответ, назвали Джойса в 1933 году в альманахе советская литература. В конце прошлого выпуска мы обещали вам, что пойдем вслед за Стивеном Дедалом в школу. И это действительно произошло, но лишь отчасти. Джойс ведет нас не столько за Стивеном, сколько в, в его сознание. Обратите внимание на то, как в первых трех эпизодах романа содержание сознания последовательно вытесняет содержание в классическом смысле этого слова. События, люди, явления, все то, о чем через десятилетия может рассказать Леонид Парфенов, постепенно выдавливается из текста, как вода из ванной, когда опускаешь в нее Архимеда. Второй эпизод в этом смысле срединный. Если использовать афоризм Стивена, который говорит, что пирс – это несбывшийся мост, то первая глава – это тот самый пирс, много действия с вкраплениями сознания. Третья – противоположный берег, бездна сознания и прожилки действия. А вторая – как раз сбывшийся мост между ними. Пространство, где действия и сознание сосуществуют в хрупком равновесии. Итак, разоруженным взглядом мы видим следующую картину. Стивен размышляет. И разветвляющиеся пассажи его мыслей чередуются с диалогами и авторской речью. Однако самое здесь интересное – это то, как организовано сознание Стивена. Большинство авторов до Джойса структурировало мышление своих героев принципиально иным образом, и если вы откроете произвольный большой роман XIX века, то найдете массу примеров того, как персонажи думают цельными гладкими предложениями. Например, у Гюго встречаем почти театральную реплику. Вот только звучит она не на сцене, а в голове героя. «Что это за экипаж?» – подумал он. «Кто мог приехать так рано?» Или у Диккенса, совершенно выдающийся образчик такого книжного мышления. «Если бы каждая пролитая ею при этом горькая слеза была проклятием, упавшим на голову того, кого она не называла и не порицала», – подумал Уолтер. «Для него это было бы меньшим злом, нежели утрата такой глубокой и сильной любви». Люди, конечно, так не думают. Так думают литературные персонажи. И в этом нет ничего плохого. Просто это позволяет оценить контраст с героями Джойса, подсветить тот формальный переворот, который он предпринимает в Улисе. Ведь здесь герои думают совсем иначе. Причем у каждого из них свой особый и узнаваемый стиль мышления. Вот почему, когда мы говорим о потоке сознания Джойса, следует уточнять, поток чьего сознания вы предпочитаете в это время дня. Внутренняя речь Стивена, как мы увидим в дальнейшем, отличается от внутренней речи Блума или его жены Молли так же заметно, как отличаются внутренние нарративы персонажей Бальзака, Флабера и Пруста. Но пока во втором эпизоде мы сравниваем персонажей Джойса не между собой, а с его предшественниками. Вот, например, рассчитываясь в одном из эпизодов второй главы со Стивеном, директор Дизи говорит, мол, понимаете ли вы это чувство? У меня нет долгов. Герой прозы 19 века, скорее всего, в этом месте подумал бы так. Нет долгов. А ведь я должен Моллигану 9 фунтов. Но у Стивена эта мысль врезается в диалог с директором без разъяснения, без дорожного указателя «я должен», а просто. Вам понятно такое чувство? Не иметь долгов. Моллигану 9 фунтов, 3 пары носков, пару обуви, галстуки. Обратите внимание, Джойс не пытается буквально изобразить то, как думает обыкновенный человек. В более поздних эпизодах мы поговорим о том, как искаженно толковали его поток сознания первые интерпретаторы, когда видели в нем что-то вроде регистратора сознания, который фиксирует мысли персонажа в момент их появления. Нет. Внутренний нарратив Джойса. Это сложная конструкция. Это всегда работа редактора монтажа. Тем не менее, сейчас заметим только то, насколько он отличается стилистически от привычного внутреннего монолога в литературе. Далее. Внутренняя речь Стивена – это мышление поэта и философа. Усложненная и затемненная, с россыпью сложных разветвляющихся отсылок. И тем не менее, следить за движением его мысли во второй главе не так уж трудно. Прежде всего, нужно иметь в виду главный принцип – это ассоциативность. Стивен постоянно перепрыгивает с мысли на мысль, одна цепляет за собой другую, но при этом сохраняются лейтмотивы. Сигнальные костры, к которым Стивен постоянно возвращается. Во второй главе – это идеи Аристотеля, воспоминания о юношеских годах в Париже, мысли о материнской любви. И здесь Стивен снова вспоминает смерть матери. А также размышления о Боге, в рамках которых рождается один из самых любопытных афоризмов Стивена – Бог – это крик на улице. Предполагается ли в этом какой-то пантеизм, присутствие Бога во всем сущем, или же наоборот – крик на улице – это что-то мимолетное и проходящее. В помещении след от этого крика хотя бы ненадолго задержится эхом, а на улице прозвучит и растворится. Однако центральным лейтмотивом этого эпизода становится все-таки нечто иное, а именно размышления о природе истории. Вообще история, кошмар, от которого я пытаюсь проснуться в определении Стивена – это, пожалуй, главная тема второго эпизода. Помните, в прошлый раз мы цитировали Умберто Эко, который говорил, что Улисс начинается с акта мятежа? Так вот, речь здесь идет о нескольких мятежах сразу. И один из них во второй главе – это мятеж против истории. Проект, который Джойс пока только обозначает, а по-настоящему реализует в своем следующем романе поминках по Финнигану. Стивен в Нестере деконструирует историю и решительно отрицает концепцию ее линейного развертывания из прошлого в будущее. Нет, история по Джойсу не линейна, но циклична. Это вечное настоящее, в котором неизбежны постоянные повторения, совпадения, соответствия и переклички. Именно поэтому сами мысли Стивена во втором эпизоде как будто описывают круги, все время возвращаясь к одним и тем же темам, воспоминаниям и мотивам. Этот прием Джойс доведет буквально до предела уже в следующей, третьей главе. И вновь, чтобы рельефно и наглядно высветить характерные черты своего героя Стивена, Джойс использует треснувшее зеркало контраста. Помните, как в первом эпизоде Стивен и Бык Маллиган отражали друг друга? Подчеркнуто разные. В одежде, речи, манерах. Так же и здесь. Чтобы Стивену было где отражаться, кроме глубин своего сознания, появляется один из самых занятных персонажей Улиса. Мистер Дизи, директор школы, где работает Стивен. В эпизоде об авторах-предшественниках Джойса мы уже упоминали, что гомеровский пласт в Улисе, то есть параллели между Одиссеей и романом Джойса, часто весьма условен. Ничего не объясняет исчерпывающим образом, а скорее обозначает некое родство. Второй эпизод, озаглавленный Нестор, как раз отличный пример такого родства. Уши гомеровского старца Нестора пробиваются сквозь шляпу мистера Дизи настолько иронично, что это, на мой вкус, одна из лучших Джейса-гомеровских параллелей в романе. Если мы попробуем провести ложкой сознания по поверхности фактов, то соберем такую характеристику Нестора. Почтенный старец, царь Пилоса, который отправляется воевать под Троей, где дает более молодым древним грекам мудрые советы и вдохновляет их своими пламенными речами. Однако стоит присмотреться чуть внимательнее и обнаруживая, что Нестор, пожалуй, самый комичный персонаж гомеровского эпоса. Болтун, пьяница и капитан очевидность. Когда греки трусят, Нестор говорит им «надо быть храбрыми». Когда троянцы идут на решительный штурм греческих позиций и сотрясают своим криком небеса, то Гомер оговаривается «Нестор хоть пил в это время, но тоже те крики услышал». Наконец, любую свою речь Нестор начинает и заканчивает пространным монологом о том, как хорошо было раньше, каким он был великим героем, и если бы молодость знала, если бы старость могла. Словом, мистер Дизи, болтун и домогог, имеет со старцем Нестором куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Весьма логично, что именно наделенного этой нестерианской многоречивостью мистера Дизи Джойс выбирает на роль первого ненадежного рассказчика в своем романе. Ненадежный рассказчик – это старый, как Гомер, литературный прием. Персонаж в тексте, которому ты не можешь полностью доверять. Важно не путать такого героя с авторской ошибкой. Скажем, когда в первом томе Дон Кихота Санчо Панса называет свою жену Хуаной, а во втором томе Тересой, в этом чаще всего усматривают невнимательность автора, поскольку в такой оговорке не просматривается следов художественного приема. А ошибки мистера Дизи имеют нарочитый характер. И вот что особенно интересно – Джойс вплетает их в поток его многословия и никак не маркирует. Выдает их за монету столь же чистую, как те, что хранятся в его необычайно удобном портмоне. При этом Дизи, простите мне мой клишейный, политически ангажирован. Он сторонник империи, унии и ОДКБ, выступает против независимости Ирландии от Англии и многократно передергивает исторические факты в угоду своим политическим взглядам. Наверное, самый характерный пример здесь такой. Еще в 1912 году Джеймс Джойс получает письмо от одного из наследников сэра Джона Блэквуда, ирландского политика. Наследник сообщает, что его предок, сэр Блэквуд, умер, натягивая ботфорты, чтобы ехать в Дублин и голосовать против унии с англичанами. Но посмотрите, что дальше проделывает Джойс. Он сохраняет яркую деталь про ботфорты и вкладывает эту реплику в уста мистера Дизи, однако полностью передергивает ее смысл. По Дизи получается, что сэр Блэквуд голосовал за унию и ради этого натянул ботфорты и поскакал в Дублин. Дизи врет, как очевидец. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание. Джойс в Улисе избавляется от фигуры всезнающего автора. Он воплощает флаберовскую формулу «художник должен присутствовать в своем произведении как бог в творении, незримым и всемогущим. Он чувствуется повсюду, но его нигде не видно». Так вот, именно благодаря этому ненадежного рассказчика Джойса никто не поправляет. Кроме нерешительных возражений Стивена и примечаний, конечно, но примечания не в счет. Добросовестный автор должен установить истину в рамках самого текста. Однако Джойс как будто не выводит мистера Дизи на чистую воду. Он несет свою великодержавную чушь и занимается подменой фактов, которая для неирландского читателя совершенно не очевидна. Однако, как говорил Клод Адриан Гильвеций, знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов. И правильные выводы о том, насколько стоит доверять суждениям мистера Дизи, можно сделать, даже совсем ничего не зная, об ирландской истории. По россыпи шутка серьезных деталей, которые тут и там разбрасывает Джойс. Вот, например, мистер Дизи озвучивает девиз Ланнистеров задолго до того, как это стало мейнстримом. «Чем больше всего гордится англичанин?» – спрашивает он. «Я никому не должен. Я всегда плачу». Благородный принцип. Кто бы с этим спорил, но легко платить свои долги, когда владеешь колониями по всему миру, и над твоей страной не только никогда не заходит солнце, но и сам ты заходишь в чужие земли, как к себе домой. Империя, что бы там ни писал Бродский, прежде всего не страна для дураков, а самый выгодный способ расплачиваться с долгами. Или возьмем то, как мистер Дизи цитирует Шекспира. «Набей потуже кошелек». Джойс нарочно заставляет старого директора из всего колоссального наследия Шекспира выбрать в качестве цитаты, подтверждающей его житейскую мудрость, именно реплику Ягу – самого злостного и ядовитого негодяя всех шекспировских трагедий. Читатель вслед за Стивеном, конечно, чувствует в этом известную иронию, но для Дизи все средства, подтверждающие его правоту, одинаково хороши. А уж правдивы они или благородны – это пусть в примечаниях разбираются. «Пут money in thy purse. Follow thou these wars. Disguise thy features with an usurped beard. I say, put money in thy purse. It cannot be that Desdemona should long continue her love to the moor. Put but money in thy purse. When she is sated with his body, she will find the error of her choice. She must have change. She must fill thy purse with money. If sanctimony and a frail vow between an erring barbarian and a super subtle venetian be not too hard for my wits and all the tribe of hell, thou shalt enjoy her. Therefore, put money in thy purse. Или еще одна деталь к портрету учителя в старости, которая известным образом сама, без углубленного курса ирландской истории, характеризует мистера Дизи. Реплика, которая эхом повторяет слова англичанина Хейнса из первого эпизода. «Англия в когтях у евреев, дедал». Словом, все это прекрасно говорит за Джойса. И ему не нужно выводить своего ненадежного рассказчика на чистую воду. Всем своим поведением старый директор выплывает туда сам. Что же, а пока мистер Дизи поднимается на поверхность, мы устремимся вглубь. В философско-поэтические дебри сознания Стивена Дедала. В третий эпизод. Который, признаюсь, является одним из моих самых любимых в романе, но вместе с тем считается одним из самых сложных. Например, он гораздо сложнее четвертого или пятого. Когда Эзра Паунд должен был опубликовать его в журнале Little Review, он писал Джойсу так. Третья глава слишком плотная, слишком насыщенная, чтобы прочитать ее за один раз. Возможно, стоит поставить какой-нибудь разделительный знак, например, перед эпизодом, где появляется собака. Это просто вопрос удобства, но даже мой титанический интеллект захотел в какой-то момент прерваться и сделать паузу. Никаких разделительных знаков в третьей главе, конечно, не появилось, но если вам тоже захочется сделать паузу, не отказывайте себе в этой малости. Третья глава. Морской старец Протей. Это поток. Вечно новый, но вечно тот же. И поверьте, войти в него можно сколько угодно раз. Столько, сколько вам понадобится, чтобы погрузиться и выплыть, но не утонуть. Меня зовут Армен Захарян. Это литературный канал Армены Федора. До следующего эпизода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова